Самое главное требование. В Белом доме сообщили, на каких условиях согласятся сесть за стол переговоров с Ким Чен Ином. Чего же хотят в Вашингтоне, выяснил Дмитрий Анопченко. В высоких вашингтонских кабинетах, словно не верив в свою удачу, шепотом говорят «да давили». Дескать, под грузом санкций в КНДР дрогнули и готовы обсуждать условия сделки. Она может быть и не публичной, Киму ведь нужно лицо перед своей страной сохранить, но способна принести результаты в ситуации, которая, казалось, уже в тупик зашла. Пхеньян признает, готов на переговоры. В Вашингтоне их тоже вроде бы хотят, но при этом намерены говорить с позиции силы. Всех, конечно же, интересовало, что в этой ситуации скажет лично Дональд Трамп, президент Америки. Ведь человек прямой, у него что на уме, то и на языке, или, по крайней мере, в Твиттере. Дональд Трамп держал паузу, подогревал страсти и только сейчас откровенно пообщался с журналистами. На камере сказал «поживем и видим». Что ж, они хотят поговорить впервые. Им нужны переговоры, а мы поглядим, что дальше. Вот моя позиция, посмотрим, как быть дальше. Но чуть позже признался репортерам. Штаты готовы разговаривать с Кимом, но только на подходящих условиях. Точка. Что же глава государства имел в виду? Что это за таинственные условия? В очередной раз пришлось объяснять его пресс-секретарю Саре Сандерс пресса давила, как могла. И Сандерс назвала то самое главное, без чего Соединенные Штаты не пойдут на переговоры. По ее словам, ни одну дорожную карту не примут, если в ней не будет сворачивания ядерной программы КНДР. Любые переговоры должны вести к денуклеаризации. Это главный фактор. Будут переговоры или нет. В противном случае давление продолжится. Так будут переговоры или все-таки нет? Пресса из президентского пула считает. Белый дом и госдеп играют сейчас в плохого и хорошего полицейского. Ведомство Тилерсона стелит мягко и публично, и неофициально намекая, готовы к диалогу. Администрация, наоборот, показывает мускулы, дескать, не очень-то и хотелось. И это длинная игра, чтобы получить лучшие стартовые позиции, перед тем, как за стол переговоров все-таки сядут. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. -Американ, regarding цифров wie у Mitchelет Балин.